Нос доски и переворачиваешься, затапливая при этом нос вместе с собой. Ноги опускаешь вниз, а если тебя, допустим, тянет вверх, то ты просто упираешься ногой в доску. Ну, пусть бывает, чтобы человек вес тянет. Я понял. Ты упираешься в замку, чтобы нос был сильнее притоплен. Нос сильнее. Единственное, тут есть момент, что чувак прижимается башкой к носу доски. Ну, как бы не прижимайся особо. Фишка в чем? У тебя руки должны быть согнуты, твердо держишь доску, держишь ее крепко, чтобы ее не унесло. Ну, не прижимай к доске, к голове. И очень важно, чтобы доска была перпендикулярна волне. Ну, я понимаю, да, иначе ее будет кидать. Ногти отрезать надо. Ты быстро учишься. Ну, нет, там все это сразу буквально становится. Да, да, да. Ну, вот неправильный эскимарол. Это все в бассейне показывает. Во-первых, он схватился где? Ну, понятно, вижу. Он сложнее. Он схватился там, где нужно поверить. Делать рекорды. Да, да. А нужно переменять ясну. Так легче ее повернуть. А еще он ногами зацепился за доску. Как бы почему-то хочется это сделать поначалу, но лучше что-то он делать, потому что я финальный поверил. Ну, да, логично. Они так выглядят. Да. И опять же, не параллельно волне. Дальше. Вот мы прошли прибор, загребли на лайнап, и мы ждем волну. В этот момент мы всегда находимся лицом к океану. Мы сидим на доске. И смотрим на волну. Опять же, нужно еще правильно сидеть на доске. То есть лайнап это место, откуда уже начинаются прибрежные волны, которые катаются. Да, лайнап это место, где возрастет волна приборя, на которых катаются серферы. И вот таким образом ты сидишь на доске. Ты сидишь по центру доски, ноги расслаблены, они болтаются, и таким образом ты делаешь баланс. Понятно. Подняв нос, и вот таким вот движением, типа вентиляторы, ногами, он развернул доску. Запад. Ну вот, тебе то же самое придется, чем... Ну понятно, ясно понял. Сначала это вообще непонятно. Мне кажется, сутки надо просто в бассейне попробовать. Ну не сутки, просто на лайнапе, когда ждешь волны, у тебя есть всегда время, чтобы это тренировать. А с кеморол сразу в первого раза получается. А если два часа с ручками? Это будет долго очень. Понятно. Здесь твоя задача, как можно быстрее повернуться и поймать волну. Сейчас, допустим, ты это будешь делать вместе с помощниками и инструкторами, они тебе будут говорить, разворачивай доску и грибей. Соответственно, нужно в этот момент, как можно быстрее, все это сделать. И правильная техника, когда смещаешь центр тяжести ближе к весту. И, соответственно, вентилятором ноги играешь. С ногами вентилятор играешь. Слушай, по чуть-чуть видимо, сейчас смотрю, что народ здесь уже развернул. Вот так, я смотрел, а сейчас... Да-да-да, ну полбоком они сидят. Даже нет, даже как будто бы... И смотрят, ну и... Ну ладно, можешь себя просто... Это смотри. Такие сидят, только тоже не до сих пор. Но это неправильно. Это может быть опасно, потому что помимо сета, волн в сете, есть волны, которые они больше и крупнее, чем обычные волны сета. Соответственно, эта волна называется аут, и этот аут обычно рушится на месте, где разуется первая волна в обычном сете. А, значит, он на лайнап как раз переначит, соответственно. Переначит на лайнап. И чтобы эта дура на тебя не упала, и чтобы ты видишь, допустим, если ты сидишь спиной к океану и видишь эту хреновину, тебе нужно будет развернуться, тратить на это время и грести в сторону аута, чтобы она на тебя не закрылась, чтобы успеть ее прикрутить. А когда ты сидишь лицом к океану, тебе это сделано проще. И ее видишь заранее и заранее гребешь. И так что? Видимо, здесь на пине нету, на аутмэне нету этого. Есть аута. Есть аута, да? Они везде приходят, они везде есть, это обычное мнение. И когда, допустим, слышишь команду аут, значит, в этот момент тебе нужно лечь на доску и со всей дури грести в океан, если ты не хочешь, чтобы тебя замесило. как меня прошлом году я вот тоже там месила просто мы были в августе извини перебил эти в августе очень огромные волны сейчас вообще такого не часа аут я не сразу ни разу не слышал а вот вот слова бывает в августе у нас постоянно а вот вовчика а вот а вот у меня так там месила что все мне перехотелось вот после того опыта испугалась а маленький но все равно я хожу сегодня пошла и завтрак ну все вы дождались волновая ее поймать то я завернул доску и тут все просто ты просто гребешь тебя если ты не сгибаешь тебя поможет потолкнет даже это пена смотри пена это самая энергетически насыщенная часть волны и поймать очень просто с волной там немножко я понимаю все ты взял едешь а бывают ситуации когда нужно пропустить волну во-первых почему такие ситуации бывают например очень часто это бывает когда тебе говорят помощники разворачивай доску греби 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 а потом в последний момент стой стой все останавливайся это означает что волна допустим слишком резко за пару секунд на поле махи и просто понимаешь что она у тебя разрушится и как это нужно сделать как пропустить волну ты просто ими смещаешь вес на хвост поднимая тебя не зарвать пропускаешь волну вторая ситуация когда нужно пропускать волну это когда это чтобы не дропать другого человека что такое дроп чуть позже скажу допустим все ты взял волну и нужно ехать и типа куда ехать вот сейчас посмотри куда нужно ехать ты понимаешь нет на этой волне непонятно она как будто бы одна и я бы на левом наверное да смотри опять ты понимаешь какие бывают волны левые да я понимаю что они бывают левые и правые ну еще бывает идеальная волна это когда нарушится потому что есть две стороны в данном случае волна левая и лучше всего ему ехать влево потому что там вдоль стенки волны не в пену здесь чувак почему-то выбрал ехать в пену ну и все и соответственно потому что на берег просто ему потом выгребать стенки не очень так про дроп что такое дроп-ин это подвезает кого-то на то что есть аликет правого или левого не помню все правильно это когда один серфер берет волну которую взял уже другой по правилам этикета прав тот кто первый взял волну и дропать но это не будет потому что ты блокируешь ему дорогу он может тебя врезаться но я поднимаю а когда ты начинаешь я понимаю что здесь у нас очень хороший пример видео если потом покажу это я это я и видел даже не кира не говори у него а недавно было на днях а но на днях это случается это неизбежно это будет такое и ну чтобы он меньше чем все умерло чем те кто здесь ждет явно как бы нет 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 там просто повозить сюда на всех хватит главное главное не дрогать хотя это будет в любом случае случаться поэтому здесь уже важно правильно уметь как бы избегать этого об этом чуть позже как правильно ехать по волне когда ты ее взял важно изначально прежде чем ее взять определить какая будет волна левая или правая и в зависимости от того какая волна в ту сторону и ехать в данном случае волна левая чувак ее берет и едет вдоль стенки она сейчас закрывается где-то там за ним как раз на видео она не закрывается ну и все и просто ехать вдоль стенки постоянно смещается кто выше к волне кто ниже к волне и в идеале ехать змейкой да таким образом ты находишься в кармане волны карманы это вот и максимально долго может что волну делиться да да а если кто-то уходишься тупо от кармана выйдешь и вылетишь сразу вот для этого ты изучаешь повороты на пленке что то же самое делает на лампе вот он идет и идет и едет по поводу блокировки и снейкинга бывает ситуация когда ты допустим хочешь взять волну начинает разгребаться а кольтобор кто-то сидит в этом случае тоже нужно пропустить ну то есть еще одна причина а бывает другая ситуация когда ты выгребаешь назад в океан и кто-то берет волну и ну таким образом ты его блокируешь что делать в том случае когда чувак взял волну и ты понимаешь что скорее всего он в тебя едет ну надо в бок уплывать волна левая ты вправо уплываешь в теории да но если ты понимаешь что прямо на тебя уже наедет то в этот момент надо делать эскиморол а вот это это безопасность ну да а если ты понимаешь что ты можешь успеть оплыть то ни в коем случае не оплывай в воду или не упали можно вопрос очень логично там натупишь в океане будет все забываться будет казаться что успеешь проскочить до того как он там все идет но обычно это не бывает лучше сразу ввести в фену и делать эскиморол но эскиморол в любом случае делать вот еще есть ранний исход волны то есть что мы увидели при дратине да в предыдущем видео когда чувак ну вот сейчас вот ну да он просто видел какое-то тело которое мне мешается и понял что не хочу на него наезжать лучше я сойду с волны волны много всех хат вот потом ты накатался это самый прикольный нюня смотри внимательно выйти из океана и это дело тоже тоже правило но в целом принцип такой же как когда ты пропускаешь волну ты переносишь тело на хвост это уже когда находишь на береге это шорбрейки когда волна ты садишься на хвост и пропускаешь волны твоя задача здесь тоже как при входе дождаться момента когда будет некое затишье между волнами и в этот момент кстати как можно быстрее из океана выйти иначе ты как при входе будешь играть песочного дайвера я играла в прошлом году ой я вышла вообще вот вкратце это так у тебя какие вопросы есть никаких никаких вкратце вкратце песочного дайвера дайвера од нет вкратце